А я с огромным удовольствием представляю вам наших гостей. Давайте знакомиться. Это артисты цирковой программы «Цирк чудес». Итак, Василий Трифонов, клоун дуэта «Вас и Стас» и также ассистент Андрей Сверинь. Ребят, привет! Здравствуйте, привет, привет! Слушайте, такого цирка у нас давно не было, я хочу вам сказать. Андрей, извините, Василий, вы прекрасно выглядите. Спасибо большое. Хорошо, что у меня мейкап. А вы дольше красились, интересно, чем я? Ну, сколько я красился? 20 минут. 20 минут? 20 минут, да. Какой удивительный мужчина, 20 минут накрасился. Ну что ж, ребят, спасибо вам огромное, что пришли к нам в гости. Думаю, что разговор будет просто бомбический, не сказать по-другому. Зажжем, мы постараемся. Зажжем, да. Но все-таки программа кулинарная, что будем готовить? Я про духовку, зажжем духовку. А я зажгла уже, мне уже тут пожать. Будем готовить два блюда сегодня. Это рататуй. Не классический, но такая импровизация на рататуй. И закушку, которая называется павлиний хвост. Все блюда у нас из баклажана. Из баклажана. А потому что мы кто? Баклажаны. Вот это вот, все вот это вот наша красота. Мы просто мой первый вопрос забрали себе. Да, мы есть. Вы называетесь баклажан. Почему? Почему? Потому что мы объединение творческого жонглирования. Баклажан. Да, вот так. Потому что баклажан. Да, потому что... Как гладиолог. Потому что гладиолог, да? Хорошо. Ну, поэтому неудивительно, что мы готовим сегодня, в принципе, блюда из баклажана. Все догадались, почему? Ну, мы сначала сделаем кое-что, чтобы они стали настоящими баклажанами. Оп, 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 все. Теперь баклажан готов, можно готовить. Так, ну вы тогда и с фаршем это такое же сделаете. Это уже он. А вот эти вот последние. Потом котлетками потом, если что, позомбируем. Так, ну ладно, давайте приступать. Мы сначала делаем... С горячей ночью. С горячей ночью, да. С горячей ночью, да. Убрать его в духовочку и потом займемся закуской. Мне какое-то задание, Василию задание. Вася будет на нас натирать сыр. Пока. Есть. Ну, чтобы его не сильно отвлекать от беседы. Единственный момент, когда ассистент может мной покатать. Вот, а вы тогда, наверное, помидорами займетесь. Хорошо, и их как резать? Их кружочками. Просто кружочками. А я займусь уже непосредственно баклажаном и кабачком. Так, хорошо, я буду резать. Давайте вы пока сделаете... Ну, пока я вот этим занимаюсь, вы, наверное, фаршик вобьете. Нет, пока достаточно. Достаточно. Так, яйцо. Вобьете яичко, да, чуть-чуть посолить, поперчить. Поняла. Ну, в общем, поняли. И все перемешать. Да. Мы говорим о дуэте вас и Стас. Так. Расскажите, сколько лет вашему дуэту? 27 год. 21 год. Мы познакомились со Станиславом в Москве, цирковом училище, в Москве единственное, которое училище есть в России. Это был 93 год, когда мы туда поступили. И где мы только не были, где мы только не работали. Я только к колоннский ботинок не ступал. А давайте вернемся к цирковой программе «Цирк чудес». Само название уже говорит, что это будет что-то... Волшебное, что-то чудесное. Вот расскажите, какие чудеса увидят ваши зрители? Ну, в первую очередь, чудеса, конечно, у нас человеческие, акробатические. То есть ресурс человека у нас очень замечательный. И high level, скажем так, мирового уровня номер, аттракционно-акробатический. Под руководством народного артиста Вячеслава Чернеевского. Это очень известный в цирковых кругах человек. И он достиг много чего. И работа его показывает его самого себя. То есть, что он... Чего он достиг в жизни. И он, конечно... Мы преклоняемся перед ним. Замечательный акробат, замечательный постановщик, режиссер. Вот. И его номер акробаты на подкидной доске. Там их очень много. Акробатов, все красавцы, все замечательные, все такие прям поджатые, все прыгуные. Там такие пятерное сальто прыгают. Там тройное на одной ходу. Или там очень много замечательных трюков, которые стоит увидеть. Ой, я всегда, когда вижу, мне так переживательно. Это будет сердечко, сердечко будет замирать, мурашки по коже будут идти, а от их улыбок вы будете радоваться. То есть, вот ваша цель, да, чтобы зритель... Конечно. Но он не только, то есть он переживал. Ну и восхитился бы, конечно. А потом, когда увидел, что артист сделал трюк и так к нему вернулся и улыбнулся, и красивой, прекрасной улыбкой душой раскрылся. И, конечно же, зрители от этого еще больше удовольствия получают. Так что приходите обязательно. Но помимо этого грандиозного аттракциона, у нас имеется еще масса замечательных номеров, в которых у нас участвуют еще и животные. У нас есть собаки-доберманы, просто красивейшие собаки и дрессировщица, просто великолепная. Номер очень хороший, то есть, ну, стоит прийти посмотреть. Потому что в доберманах вы в жизни такого не увидите, то есть, это надо прийти посмотреть цирк. Мне кажется, как-то обычно в цирке либо пудили, что-то вот, а доберманы. А тут доберманы, да, тут прям такие красивые. Ой, они же такие красавцы, да. Классные, классные, да. Обязательные, соответственно. Как акробаты, да, ну, они же такие, эх. Обезьянки у нас есть, то есть, для етишек повеселиться. Они такие забавные, веселые, брегучие, такие, в кавычках, сумасшедшие. Ну, интересные, то есть, ну, здорово. Ну, обезьянки они. Есть у нас, да, замечательный номер с медведями. Ух ты, Мишка. Заслуженная артистка Надежда Такшантова, руководитель этого номера. И номер поражается. Своими эмоциями, потому что там работают дочка и мать, Алия и Надежда. Надежда – это мама, вот, у нас уже артистка Алия – это дочка. И они очень-очень сильно заводят зал. То есть, настолько публика принимает, настолько медведи свободно все это делают. Медведь – это настолько радостно. Медведь – цыганочку? Медведь – цыганочку. Да, это все так, что вы понимаете. Я представляю, да. Непринужденно, прям вот, и хочется радоваться и хлопать в ладоши. То есть, так оно и есть. Господи, я поражаюсь. Кстати, недавно, кстати говоря, последний, кто у нас был в гостях из цирка, у нас были белые львы в городе, приходила дрессировщица. И она вот рассказывала, как она со львами постоянно. Я думаю, господи, ну, женщина со львами, совершенно бесстрашная. Вы тут договорите еще и мама с дочкой, с этими медведями, ну, это просто для меня вот что-то невероятное. Там у них есть гигант Яша, сколько он там? Яша гигант. Два сорок. Два сорок рвот. Медведя. И четыреста килограмм, да, почти? Чуть больше четырех шот в час весит. Он просто огромный медведь, ну, такой прям… Няшка такая, няшка. Няшка такая. Мишки, да, они такие няшки. Заканчиваю просто нашу пародию на ротатуй, которую сейчас Настя будет убирать в духовку. Ну, почему пародия, по-моему, выглядит… Нет, ну, вообще классический ротатуй – это чисто овощное блюдо. Да, согласна. Вот, поэтому я… Мясо, мифное ротатуй. Да, мы просто очень любим мясо. Мы же мужики бородатые, брутальные. Поверьте, небородатые женщины тоже любят мясо. Это я про себя считаю. Вот, поэтому я заканчиваю сейчас. Честно вам скажу, прекрасный, правильный выбор блюда. Честно. Мы стараемся. И это все баклажан. Под Канзаре, да? Да, я прям молодец. Все это баклажан. Баклажан. Так, ну что ж, я уберу сейчас это в духовку. Да, Василий, продолжайте. Обязательно, я продолжаю. Вольгу, я бы еще нахожусь нахожусь нахожусь. Есть. Вот. Так. Значит, у нас жонглирование, наше творческое объединение баклажан. Мы вытворяем там много чего интересного. Помимо того, что просто классическая перекидка булавами. Вот они, наши прекрасные булавы лежат. То есть, это жонглирование. Девять человек выбегает на манеж. И все жонглируют… Десять человек, извините, да. Вот, я с десяткой, да. И все жонглируют булавами. И помимо булав, то есть, у нас есть световое шоу, светящиеся булавы. То есть, в темноте мы жонглируем светящимися там предметами. То есть, очень красиво. Круто. И помимо этого, еще плюс ко всему, у нас фаер-шоу. А что ж вы делаете? Мы огонь пускаем. Нас огнем жонглирует народ. У нас все классно, все красиво, все прям вживое. Понимаете, цирк, вот цирк – это единственное искусство, которое, ну, не может обмануть. Мы не можем обмануть зрителей. То есть, мы делаем, вот есть, дон-стоп. Здесь и сейчас, да. Здесь и все. Никак мы не сможем. Ну, честно сказать, заинтересовали очень сильно. Мы очень красиво. Так, давайте в духовочку, да, и будем готовиться к второму блюду. Мы белые и пушистые, да. Мы белые и пушистые, продолжаем. Рататуй у нас в духовке. Сейчас мы будем готовить второе блюдо. Это будет закуска, которая называется «Павлиний хвост». Почему мы увидим в итоге. Поэтому Вася у нас будет наполовинке пока резать оливочки. А Настя займется у нас жаркой баклажан. Настя, еще у нас замечательные животные попугаи. Превосходный, красивейший номер, я считаю, нашей программы. То есть, он очень красивый. Там просто какие-то космические красоты. И сами дрессировщики Дарья и Александр Анаприенко, они просто завораживают своим умением, мастерством и красотой, и грацией. То есть, это стоит видеть. Особенно этих попугаев. Да, складывай. Которые подчиняются им, скажем так, подчиняются их красоте. Вот так вот, скажем. Попадаешь в какую-то сказку прекрасную и замечательную, которая обязательно закончится хэппи-эндом. Вот так вот. Безусловно. Вот, безусловно. Даже не надо ничего к этому прилагать, оно по-любому закончится. Вот. А еще у нас есть, у нас сюрпризы не кончаются, у нас цирк чудес. Вот цирк чудес, есть цирк чудес. Действительно, чудеса. Дадите чудеса. Вообще, я вам скажу, у нас такая штучка есть, замечательная. Назвался. Как по ним Стас. У вас и Стас, это понятно, это вообще просто чудеса на виражах. Вот. Есть у нас штучка, не аттракцион, а аукцион мы проводим в цирке. Представляете себе? И что, разыгрываете? Мы разыграем айфоны. Вот так и хочется сказать, да ладно. Да, мы просто шоколадно ответить. Вы знаете, я их вручаю, эти айфоны на... За слезой его, да? Да, я просто, я его уберу, а он весь вновь упакованный. Это как в фильме привидения в упи-голубле, когда отдает этот чех, не может отдать. Да, 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 да. И смотрит в глаза, и там такая скупая слеза. Вот я так же. Ну, какие у вас мечтинки? Кайф, кайф, кайф. Давай, Вась, тебе рассказывай про воздух. Ну, мои любимые девочки, воздушные акробаты. Спокойно, сейчас все расскажу. А, это вы на сладенькое оставили, да? Да, все расскажу. Так и поняла. У нас открывает наше шоу Ангелина Анисимова. Она работает под куклу, такая кукла. То есть у нее такой номерок, такой, получается, шкатулочный, что ли, да? Такой под музыку такую. Как будто вот кто-то ее маникулирует. Она там делает трюки замечательные, очень красиво смотрящиеся где-то под куполом цирка. Это все так здорово. И, как это еще сказать, скажи, Андрюша, добавь слово-словечко какое-нибудь футболное такое. Восхитительно. Молодец, молодец, спасибо тебе большое. Вот она у нас открывает программу. А во втором отделении у нас открывает наша программа Яна Сердюкова. А у нее уже более такой трагический образ, такой, как сказать, драматический, такая драма, да? Эдит Пиаф, правильно? Да, только сказать, да. Она работает под Эдит Пиаф, поет песню. Да, да, мы не будем, мы будем, мы будем, мы будем, мы будем, мы будем, ну, я французский, не знаю. Ну, вообще, так более... Прекрасный французский у вас. Да, спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Она не просто гимнастка, да, она актриса сильная. То есть, тут она через свои глаза, через свою душу дает зрителю попасть именно в то время, именно ощутить себя вот именно на уголочках Парижа, да, вот Монмаш, и так далее, и так далее, да. Все очень красиво и замечательно. Приходите, у нас на разные вкусы, на разные вкусы у нас есть номера и... Вообще, нельзя выделить какой-то один номер, да, который был, ну, самый-самый, даже дуэт у вас остался. Мы все идем спектаклем таким, дуэт наш связывает между собой все эти номера, мы проходим такой ниточкой веселый, забавный, сумасшедший, там, головосшибающий через все представление, и у нас есть номера и взрывающиеся, и задумчивые, то есть, я имею в виду, ну, наши репризы, и задумчивые какие-то репризы у нас, и... И поржать. И поржать, и подумать, и поплакать, и все есть, все есть. Что беспрекрасно хочу сказать, вот мы начали уже гастроли в этом городе, уже отработали пару представлений, и зритель по окончании представления аплодирует стоя. Да, да. Это для вас высшее эпохало, да? Конечно, конечно, конечно. Когда зритель встает, бурные овации, кричат, молодцы, это... Я еще могу сказать... Мы только ради этого и работаем. Я еще могу сказать такую вещь, что мы после представления, то есть, за качество представления, все, эпилог, мы делаем селфи-пати такое небольшое в фойе. Именно баклажанами. Да, именно вот теми людьми вот баклажанами. Кстати, зрителям, да, кто пойдет в цирк, не бойтесь, подходите, фотографируйтесь, мы бесплатно все это делаем. Кто ничего не просит, это все, и потом вычисляем отзывы, то есть, люди делают фотографии, там, хэштеги, вот наши замечательные хэштеги, вы видите, ваша Стас, баклажан, хэштег цирк чудес. Люди потом выкладывают это в Инстаграме, и ВКонтакте, и Фейсбуке, и все это видно, и отзывы пишутся, насколько хорошая программа, спасибо, там, люди благодарят, и так далее, и так далее. Василий, вот вы сказали, что вы много путешествовали, да, вы много где были, полмира объездили, с представлениями, ну, естественно, я понимаю. Ну, там сразу не получается. Да, понятно, за столько лет-то. А где были? А, значит, ну, перечитать все сразу не буду, значит, ну, выделю самые яркие моменты. Это Япония, это Америка, США, мы там 4 года проработали с крупнейшим цирком Рингвин Бразерс, а это Мексика, это Южная Африка, вот мы буквально недавно Южную Африку уже второй раз ездили, замечательно. Продюсером из Австралии, который тоже в нас увидел потенциал какой-то и захотел нас, мы прям, мы превосходно прошли там, южноафриканские зрители очень хорошие, прям суперские-суперские. Вот здесь в Китае были, были в Италии, в Испании, в Монголии, да вообще много где были. Ну, удается насладиться красотами, достопримечательностями, природой? Конечно, вот мы сейчас были в Южной Африке, там такой городок Дюрбан, он стоит на берегу Индийского океана. О, да что же опять делаете? А вы представляете? Может, не всты? Это классно. А вот наша гостиница стоит. Они же все это выкладывают везде в соцсети, а мы везде дружим. Так что, присоединяйтесь, смотрите, у нас на слава очень много. А мы все это смотрим и завидуем. Да, и вот гостиница стоит, и вот через 150 метров Индийский океан теплый и приятный, с акулами, с медузами. Ну, классно, классно. Приезжаем к страну, мы смотрим какие-то сопримечательности, мы едем там на мыс Доброй Надежды, мы съездили. В Америке мы бывали в Гранд Каньон. На самом деле, вообще мечта практически мыс Доброй Надежды. В Америке мы бывали в Гранд Каньоне, на Ниагарском Багдападе. То есть, ну, я в России, к сожалению, на Байкале не был, а вот везде бывало, что на Байкал с ним надо съесть. Надо еще на дров, ну, я думаю, что успеем. Еще все впереди, да, в Иркутскому заедем. Ой, вы не представляете, что тут происходит. У нас какая-то невероятная атмосфера и обстановка. Обстановка, там у нас все жарится с сыром, с соусом, кипит. Здесь у нас собирается павлиний хвост. Рассказывайте, тут какая-то технология. Ничего сложного, просто главный порядок. Баклажан, наш... Баклажан! Баклажан, таблика. Вот так надо говорить. Баклажан. Вот, соус, который подготовлен, смешан на сметану, майонез, чесночок, укроп. Все смазывается, баклажан, помидорчик, огурчик. И в конце, почему павлиний хвост, увидите, сейчас соберу. Вот, Васе передаем слово. Спасибо, и вам слово. Работай. Работай давай. Будем ждать. Вот, ну я скажу вам вот еще про наш цирк, опять-таки, затрону разговор. Вспомним, у нас еще один замечательный номер есть, эквилибристы, колобуховы. Работает эквилибр, то есть стоят на руках. Так. Вот, и там такая шахматная дуэль, очень хорошая постановка. Да, то есть драматургия в номере очень замечательная. То есть там вот такая борьба между белым и черным, то есть такой вот ироничный такой номерок. Там, то есть и шуточки есть, и смешно посмотреть. И все-таки какая-то такая борьба там интересная присутствует. Ну, очень рекомендую тоже посмотреть. Замечательный цирк чудес у нас, так что обязательно приходите, посмотрите, не пожалеете. Цирк у нас не только для детей, это заблуждение. Это семейное шоу. Приходите всей семьей, бабушки, дедушки, мамы, папы, братья, сестры, дети, дочки, внучки, правнучки и все-все-все, и жучки и так далее. Вот, приходите, посмотрите, вы порадуетесь. Замечательное шоу, замечательное огненное фаер-шоу у нас у баклажанов, замечательные акробаты, очень красивые животные, медведи, доберманы, попугаи, обезьянки. И айфоны. И обязательно, да, приходите. Также у нас еще и аукцион, не забывайте, вы помимо хорошего настроения от того, что вы увидите, и душевного расположения, вообще настроя на всю неделю, вы можете получить айфон на всякий пожарный, ну и там другие призы. Вот честно, даже ничего не хочу говорить про тартар, который я безумно люблю, потому что, мне кажется, на фоне всего остального он практически меркнет. Василий, готов уже? Он готов. Ну что, ну... Ой, долго подождать. Как тут нужно что-то описать, да? Невероятно красиво, конечно же. А корочка какая. Ну, Андрей, что я могу сказать? Молодец, справился со своей задачей. А не поэтому меня и держит. А, то есть вы сейчас в качестве повара, да? Да, бывает. На хлебе и воде держим. Так, Василий, ну вы готовы отведать? Мы решили на Василия, да, и поэкспериментировать, как это все будет, а потом самим попробовать. Ой, какой соус хороший получился. Хорошо, да? Так, ну что, ребят, я, во-первых, хочу сказать вам огромное спасибо. Да, Василий, вы пока пробуете. Приятного аппетита. Огромное спасибо за то, что вы пришли к нам в гости. Я действительно получила колоссальное удовольствие от общения с вами. Я даже не могу сейчас говорить, подождите. Вы должны посмотреть, как Василий отведает. Есть ножичек. Ну вот, еще и ножичек. Давай без ножичка. Да, да. Самое главное – баклажан. Самое главное. Кроме баклажана ничего не едите, да? Главное – не пересолить. А вот тут солили вы. Так вот же. Я же поэтому и переживаю. Достойно похвалы? Боевоходно. Все, смотри, все. Все, да. Выдохнул. Выдохнул, можно спокойно. Замечательно. Так вот, я продолжу. Я получила огромное удовольствие от общения с вами. Действительно, вы… Ну вы невероятно. У вас энергетика, такая харизма. И вас так интересно слушать. Я бы слушала, слушала и спрашивала. И думаю, не только я, и наши зрители, к сожалению, время ограничено, да? Но я думаю, что вы еще приедете, вы еще придете, и мы с вами еще наболтаем столько всего. В общем, я в полном восторге от нашего общения. Надеюсь, вам тоже понравилось. Спасибо вам большое за ваше гостеприимство. Было очень здорово здесь находиться и созидать вместе, так сказать, творить. Мы творческие люди, получается, правильно? Мы созидаем красоту и вкусноту. Натворили. Да, мы натворили сегодня. Спасибо, что мы имели эту возможность. Спасибо вам пообщаться с вами, дорогие зрители. Обязательно приходите в цирк. Я вас, и мы вас, и баклажаны, и весь наш цирк вас поздравляю с наступающим 405-м новокузнечанином. Ура! Спасибо. Мы вас любим и ждем в нашем замечательном цирке. Спасибо вам большое. Спасибо. Андрей, от вас. Да. Приятного аппетита, да? Да, приятного аппетита. Приятного аппетита. Спасибо, ребят. Ну, а с вами мы увидимся уже на следующей неделе на этой уютной кухне, где ты, наш зритель, видишь настоящее. И вкусное! Все. Спасибо. Пока ничего не едим, сейчас мы все подснимем. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...